Так, в этом видео мы рассмотрим очень простой пример составления плана скоростей. Рассмотрим такую систему. Здесь у нас есть вагон, который движется со скоростью 3 метра в секунду относительно Земли. И по вагону идет человек, и скорость движения человека относительно вагона составляет 1 метр в секунду. И человек, соответственно, направляется вдоль движения вагона. И если я спрошу вас, какова скорость движения человека относительно Земли, вы тут же сможете мне ответить 4 метра в секунду. Но давайте для этого случая, для этого очень простого случая, построим план скоростей. И убедимся в этом из плана скоростей, что скорость человека действительно равна 4 метра в секунду относительно Земли. Первым делом запишем векторное уравнение. Скорость человека относительно Земли равна скорости вагона плюс скорость человека относительно вагона. И во что мы упираемся здесь? В предыдущем видео, когда мы строили все эти вектора, мы оперировали их длинными на бумаге. То есть миллиметрами или в системе автокад. Или какими-то другими системами. Или какими-то другими единицами измерения длины. В данном случае мы имеем дело с метрами в секунду. Так как же представить метр в секунду на чертеже, где мы можем оперировать только миллиметрами? И на помощь приходит такое понятие, как масштабный коэффициент плана скоростей. Он говорит буквально следующее. Давайте условимся, что 3 метра в секунду на нашем плане скоростей будет соответствовать 60 миллиметрам на нашем плане скоростей. Исходя из этого, мы можем посчитать вот такую величину. То есть просто поделить 3 на 60. Получить 0,05 с размерностью метр в секунду на миллиметр. Здесь важно, что ничего не надо сокращать. Вот эта величина будет называться масштабный коэффициент плана скоростей. И далее мы с помощью этой величины, например, можем посчитать все длины всех скоростей, которые нас интересуют, чтобы построить план скоростей. То есть, например, в случае, соответственно, скорость вагона на плане скоростей будет 0,05, 3 метра в секунду поделить на 0,05, то есть она будет 60 миллиметров. Скорость человека относительно вагона на план скоростей будет 1 миллиметр в секунду поделить на 0,05 метра в секунду на миллиметр и будет 20 миллиметров. И вот наш первый план скоростей для этой очень простой системы. И теперь, соответственно, вектор, который будет показывать скорость человека относительно Земли, он как бы сольется вот с этими двумя векторами. Я его здесь не показал. Но он просто-напросто будет суммой этих двух векторов. И если мы померяем его, 80 миллиметров на плане скоростей будет иметь вектор скорости человека относительно Земли. Дальше, чтобы посчитать скорость человека относительно Земли в метрах в секунду, нам просто нужно 80 миллиметров умножить на вот этот масштабный коэффициент. То есть 80 умножить на 0,05 миллиметры сократятся, потому что 80 у нас, соответственно, в миллиметрах. Мы получим 4 метра в секунду как раз. То есть таким образом масштабный коэффициент плана скоростей может быть использован как для того, чтобы конвертировать известные скорости в метрах в секунду в единицы плана скоростей, так и для того, чтобы на основе измеренных по плану скоростей величин мы могли посчитать скорости в метрах в секунду. То есть вот зачем нужен, соответственно, масштабный коэффициент плана скоростей. Следующим важным понятием в TMM и вообще для которого необходимо развить некую интуицию является то, что для любой точки на механизме или для любого объекта, скорость любого объекта мы можем записать как сумму двух скоростей, переносной и относительной. И в случае с человеком в вагоне у нас переносная скорость, это будет скорость вагона. Относительная скорость будет скорость человека относительно вагона. Соответственно, скорость человека относительно земли будет та скорость, которую мы ищем. И вот этот принцип, вы его можете еще, его можно еще больше обобщить. То есть скорость чего-то, чего-то номер один, будет равна скорости чего-то номер два, прибавить скорость чего-то номер один относительно скорость чего-то номер два. И также для такой системы, когда мы эту систему запишем в виде векторного уравнения, мы очень легко можем построить для нее план скоростей. И на основе этого плана скоростей мы, соответственно, можем найти то, что нас интересует. То есть в данном примере у нас человек идет не вдоль движения вагона, а поперек движения вагона. И построив план скоростей для этой системы, мы очень легко можем определить скорость человека относительно Земли. И просто-напросто мы можем померить, соответственно, отрезок, который у нас получился, умножить длину этого отрезка на масштабный коэффициент и получить скорость человека относительно Земли, даже если человек движется поперек движения вагона. Итак, на этом все. И в следующем видео мы рассмотрим уже реальные планы скоростей для курсовых или семестровых заданий по теории механизмов и машин.